Прошло два месяца больше, но я не делал обзор. Хайп больше не властен надо мной. Однако создание обзоров продолжается. Свои осуждения высказали Коммандер, Дзёбс и какие-то еблоны, у которых я бы даже дорогами спросил, не то что мнение. Инфоповода больше нет. Нужно сделать обзор на мультсериал Самурай Джейм. Моё почтение. Меня зовут Дрэм Рипер. Я бездарь, завистник и никто. Именно поэтому я высказываю своё мнение о разных картинах по поводу ИБЕС. Самурай Джек вернулся спустя 12 лет. Офигеть! У меня знакомый из тюрьмы раньше выйдет. В смысле, мы прошли большой путь за это время. В США сменили друг друга три президента. В России поменяли коррумпированную милицию на добросовестных копов. Ну, потому что вы мешаете проходу. А они ведь не проходят. Они когда будут проходить, вы будете мешать. Агенте Тартаковски начался очень простого, как в сценарном, так и в художественном плане шоу «Две глупые собаки» для Хана Барбара. Потом сделал два фиталя новоисключённого Cartoon Network, а именно «Лабораторию Декстера» и «Супер Крошек». Авторитет чувака вырос до небес, поэтому ему дали возможность снять свой магнум-опус «Самурая Джека». Как и у Хирша, сама идея появилась ещё в детстве. Я бы мог рассказать об оригинальном сериале, однако на этом канале уже есть видео о первых четырёх сезонах, так что идём дальше. Дальше, после блистательного четвёртого сезона, в котором была лишь одна проходная серия, создательно случилось то, что настигает большую часть представителей культуры. Творческий кризис. Я не знала, где я начала. Я не знала, но я не знала, что я не знала. Я не знала, что не знала больше, не знала, что я захочу сделать больше. Это, понимаете, это вариант. Это невероятно. Я не упомянула, но это очень сложно. После у возвращения первого серии, первых четыре сезона, я стал разбуден. Это очень напряжённый. Поэтому ребята решили продержать Джека до лучших времен, чтобы не скатиться в унылое говно. Вот бы так сделали создатели Симпсонов, Гриффинов, американского папаши. В то время Хасбро выпускал игрушки по мере того, как Лукас сходил с лома и пытался похоронить свою же франшизу. Из-за невероятного успеха и качества новой трилогии игрушки продавались плохо, поэтому Джордж согласился на рекламные анимационные ролики. Режиссёром назначили Тартаковского, но тот запросил больше времени. Лукасу было насрать, поэтому ролики ввалились в сериал. Мульт имел свой стиль, показывал крупные сражения и в целом был годным. А во втором сезоне было разрешено развивать персонажей. Кто бы Джорджу разрешил это делать? Короче, было классно. Однако Тартаковский захотел развить историю клонических войн в полнометражке, в то время как Лукасу импонировала идея развития сериала. И вряд ли это основано на том, что в сериал можно впихнуть больше персонажей, а значит и продать больше игрушек. Генди ушёл, третий сезон разошёлся на пять серий, в итоге сериал прикрыли. А в 2008 объявили не каноном, из-за ребута. Тартаковский со Спинджером попробовали запустить новый проект на Идауцвим, как пародию на Конана Варвара или Химена. Но на данный момент мы имеем только пилот этого шоу. Видимо, это стало плюхой для Генди, так как до 2010 он занимался максимум продюсированием. Однако, под конец десятилетия он придумал новый сеттинг и персонажей. И всё было классно. Сериал купил картонный нетворк, у него было своё лицо, сюжет, обычные столкновения. Но мультфильм просуществовал только один сезон, что стало ещё большим ударом для режиссёра. Но в итоге Тартаковского приглашают поработать над монстрами на каникулах, с известными звёздами, как Селена Гомес и Адам Сэндлер. При этом Генди впервые работает с 3D-анимацией, что достаточно тяжело для него, учитывая его отношение к двухмерной графике. В моей думе, это будет очень большая, потому что у меня есть что-то экзотерапия, это какой-то человеку по поводу, где CG, может быть, оно, не так, что-то причина. И так, например, что-то comentать. Похожее-то, да. И так, да. Клиническая технические точки, но все равно это достаточно. И, конечно, я думаю, что-то является лучшим темой моментом. Потому что, конечно, ему действительно из-инжеру, по Нового внимания, Все эти фильмы очень хорошо изготовлены, но они все начинают выглядеть так же. Потому что все... Третья программа CG очень хорошая в мимике реалии. И, как вы хотите сказать... И, смотрите, какой арт-директор может выбрать лучше палетку, чем другой арт-директор. Обычно это зависит от истории, и это действительно отличается. Но я думаю, для нас это наша сегнатура. Но, несмотря на череду провалов по сборам у Гэнди и провалов по качеству Сэндера и Сони, на свет выходит довольно хороший мультфильм. За ним идет сиквел, чуть похуже, но все равно достойный. И теперь, наверное, каждый, кто так или иначе интересуется кино, знает этого режиссера. Потихоньку-потихоньку Тартаковский приобретает культовую популярность в сфере анимации. Он очень крутой мужик, на самом деле. Он снял «Самурая Джека», «Лабораторию Декстера». Очень много. Ну да, много серий в разных мультсериалах, типа вселенной Стивена и там в «Звездных войнах» тоже несколько серий он срежиссировал и так далее. Сейчас является одним из самых востребованных аниматоров в Соединенных Штатах. Гэнди приобрел колоссальный опыт, прошел большой путь и повзрослел вместе со своими зрителями. Поэтому в итоге было принято решение выпускать сериал не на Cartoon Network, а на E-Out Swim. Черт возьми, это слишком долгое вступление. Почему смотреть, что изменилось и так далее. Начнем с технических аспектов, потому что о персонажах и сюжете мне хочется поговорить несколько подробнее. Так что тут не обойтись без спойлеров. Не волнуйтесь, я заблаговременно вас предупрежу. Мультсериал выглядит просто шикарно. Персонажи по-прежнему выполнены практически без контуров. Задники неровные, словно художник писал их кистью. Анимации подросло за это время и выглядит более современно. И в то же время мульт все так же напоминает старое шоу. И это огромное задание, потому что я хочу выглядеть как оригинальное шоу. Чтобы выглядеть руками. Так что мы пытаемся очень трудно, чтобы достигнуть это дигитально. Даже изменения в дизайне Джека минимальны. Они сделаны просто, чтобы он выглядел подставить всему мультфильму. Так же, как омаж или просто как хороший подарок фанам, фрагменты некоторых серий были перерисованы. Самураю удалось одолеть нас. Но вместо того, чтобы достичь своей цели с помощью портала. Он освободил нас. А момент со старой заставкой вызывает тот самый холодок по спине. Вообще, влияние опыта полученного Генди видно невооруженным взглядом. Если моменты игры с цветом иногда появлялись в первых сезонах, допустим в сороковом эпизоде. То сейчас работа с цветом идет на полную катушку, для раскрытия чувств героев или как средство контраста. Благодаря чему мы подсознательно лучше воспринимаем действия или мысли героев. А следовательно, больше верим в происходящее. Также довольно классно активное использование параллельного монтажа. И органичный переход кадров из одной сцены в другую. Раньше подобное я видел на страницах хранителей и в диалогах Арчера. Где таким образом создавалась шутка. Я не дам тебя похитить ради раскрутки твоей карьеры. Погодите. Погоди. Ты кому-то сказала, что мы везем кучу кокаина? Кстати о диалогах. Как вам возможно уже известно, Мака, озвучивавший Акул, скончался. И у меня было опасение, которое подкреплялось трейлером и первым эпизодом. Что злой колдун будет отсутствовать в кадре и появится только в финале, чтобы молча погибнуть от мяча Джека. Однако, Грейг Болден довольно таки хорошо заменил его голос. И этот персонаж активно участвует в сюжете. Но об этом позже. Раз я затронул тему озвучки, мне хочется поблагодарить Дмитрия Сундука, Женю Спицына и весь творческий коллектив группы Аниматрон. Которые организовали сбор средств на профессиональную локализацию мульта со старыми голосами на студии Яске. Так что минимум, которое я могу сделать, это оставить ссылку на них в описании. Хотя, я думаю, вы и так уже подписаны. Чего это я? С приходом на взрослый канал в стиль добавились пошлые шутки и кровь. Что забавно, ведь из-за последнего Генди в первых сезонах сделал почти всех противников роботами. Здесь кровь является полноценным элементом. Который влияет на Джека как персонажа. И заставляет его задуматься о совершенном. Ну а повод для пошлых шуток можно всегда найти, вырвав фразу из контекста. Ладно дракон, я помогу тебе. Дааа, ты должен войти в меня. И саундтрек. Я не могу сказать, что хоть сколько-нибудь разбираюсь в музыке. Но я не понимаю, почему у многих так горит на тему работы композиторов. Либо у других эффект утенка, либо я тупой деградант. Но на мой вкус саундтрек довольно таки приятен. Фрэнк Сенатора потрясающе изменяет в аутро 8 серии опенинг первых сезонов. А песня в 6 серии, как в случае вся серия, грамотно играет на ностальгических чувствах фанатов. И выбивает скупую слезу счастья. Таковым является и сам заключительный сезон. Он классный, ностальгичный и довольно таки умный. Новые персонажи раскрываются и демонстрируют определенные идеи создателей. Старые развиваются и приводят к логичному завершению своей сюжетной линии. А сам сценарий представляет собой хорошую работу автора. Часть без спойлеров закончилась, так что... Сейчас речь придет о персонажах и сюжете. Так что, если вы не смотрели пятый сезон и вам надоел вид этого мудака, то не теряйте время недаром, выключайте обзор и посмотрите заключение культового мультфильма сами. Итак, в новом сезоне... Спойлеры! Да все и так поняли. Новый сезон показывает то, чего не было в старых сериях. Развитие персонажа. То есть, как бы не было тяжело Джеку, что бы с ним не случалось, Самурай всегда находил выход из ситуации. Он разбирался с проблемами и становился самим собой. Да, были предпосылки для экзистенциального кризиса, например, в двадцатом эпизоде. Портал разрушен, Джек в ярости и все кажется бессмысленным. Но он проходит тяжелые физические испытания, в результате которых находит смысл жизни. Эта серия, кстати, похожа на кузинатру смешариков, но это так, к слову. Здесь же Самурай продолжает бороться со злом, но делает это без былого задора, словно на автомате. Он потерял веру в себя, ведь последний временной портал уничтожен, меч утерян, а его былые соратники стареют и дряхлеют. Ведь события четвертого сезона прошло пятьдесят лет. Вдобавок ко всему этому из-за комплекса вины Джек постепенно сходит с ума. Прошу, нет, вы должны понять. А самурайчик-то совсем ку-ку-баку. И это было бы более печально, если бы подобная депрессия не коснулась и нашего злодея, Арку. Демон боится Джека, само существование самурая, который ходит по земле и разрушает то, что негодяй строил в течение сотен лет, мешает жить нашему злодею. И боже, как же это смешно! То есть в первой серии нам показывают становление Аши, трагедию Джека, реку из мертвых тел, загадочного Омена, который неотступно следует за самураем. А в следующий тиран Аку жалуется самому себе на протагониста. Когда я ликвидировал все порталы времени, я думал, что просто подожду. И тогда, самурай, мы не произносим здесь его имя. Как Волан-де-Морт, его нельзя произносить, Дэнил. Да, извините, доктор. А потом мы видим, как Джек сражается с превосходящим его противником и проигрывает. И в этом весь самурай серьезно чередуется с хорошей шуткой. Так было и в первых сезонах. Не в формате одной серии, но буквально после серьезной отсылки на 300 спартанцев, который комикс, идет серия с сандалией Джека. Или перед пукающим драконом мы видим серию Джека Монахи, о которой я уже говорил. Это занятная схема, и Cartoon Network часто пользуется ей в своих топовых проектах, вселенной Стивена, обычном мультике или времени приключений. Причем, в последнем это возведено в абсолют, что, опять же, довольно-таки круто. Что еще хорошо у пятого сезона, несмотря на то, что это продолжение, отложенная экспозиция. Первая серия пятого сезона имеет номер 92, а последняя серия четвертого — 52. Разность между номерами выпусков может быть отсылкой к сакральному значению числа 40 в христианской и иудейской религии. Или даже к тому, что у Тартаковского и его жены в сумме 40 пальцев. Все сходится! Ну а если серьезно, как и в юной лиге справедливости, такой ход помогает органично впустить зрителей в сюжет, после долгого отсутствия выпусков. Хорошая идея для развития канала. Да, и этому мешают воспоминания плененных родных, убитых им невинных, и тот факт, что наемники Аку частенько устраивали диверсии для того, чтобы привлечь внимание. «Ты что так долго? Я эту деревушку снес уже несколько дней назад! Ради тебя!» Так что появление галлюцинаций, которые раскрывают страдания хорошего человека, неудивительно. Одно из них некоторое время я считал и Омена, однако в конце шестой серии он показал всю свою материальность. И с этим возникают вопросы о природе этого персонажа. Наиболее логичным будет предположить, что Оман – дух-хранитель предков самурая. Однако нам дали понять, что призраки не взаимодействуют с материей. «Джек, мой мальчик!» «Ах да, постоянно об этом забываю!» Также по силуэту можно было предположить, что это на клаве, учитывая, что кельский фольклор имеет место быть в этом мире. И персонаж держался в отдалении от самурая, когда между ними была река. Но выход персонажа на свет в конце шестой серии развенчал эту теорию. К тому же этот господин желает, чтобы Джек храбро покончил с собой, по обычаю кодекса Бусидо. Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. На всякий случай, я не пропагандирую суицид. Это просто выдержка из кодекса. Я не хочу в тюрьму, правда. Твой провал реален. «Ты должен столкнуться с последствиями или продолжить эту стену шоков из своего позора до конца вечности». Значит, это персонаж синтеистка буддистских верований. И тут довольно-таки просто ошибиться, поскольку в синтеизме богов больше, чем у меня подписчиков. Блядь, плохое сравнение. В общем, много их. Ну а наш герой — антропоморфная персонификация смерти. Значит, вполне может быть Шенигами, Эммой или Марой. Но утверждать не берусь. Итак, вернемся к фигуре Джека. Я борюсь с Аку уже очень давно не счесть количества невинных жертв. Ощущение, что я живу в этом кошмаре уже целую вечность. Его никак не победить. Нет надежды. Он разбит. За 50 лет своего существования в этом времени самурай пал духом и сломался. Учитывая, сколько разного пиздеца он пережил за это время. ВИЗМИ Однако, в нем еще есть частичка Фауста. Действия. Самурай не сидит по барам, топя свою тоску в саке, а борется со злом. Причём весьма успешно, учитывая, что на нём нет даже шрамов. Поэтому встреча с дочерями Аку становится для него настоящим переломным моментом. Ты ещё не сталкивался со столь сильным противником? Сколько ты сможешь выдержать? То есть Джек здесь не просто скрывается в ожидании выгодного момента для нападения, а прячется с щенячьими глазами от противника. А мы что? Опять засаду планируем? Конечно нет! Мы прячемся! Да заодно и это Оман должен был заставить самурая сделать сапугу страницами книги Ямамото Ценатомы. Будьте осторожны при работе с бумагой, помните? Порезы от неё всегда очень болезненные и неожиданные. Блять! В той же серии Джек совершает первое убийство человека. По крайней мере, сериал позиционирует это именно так. Мы никогда не убивали человека, не так ли? Да, были горы трупов роботов. Но это... Это был первый человек. Настоящая плоть и кровь. Самурай в ужасе от содеянного уходит с места преступления и отдаёт свою судьбу на волю течения. И с этим у меня возникает ряд вопросов. Начнём с того, что Джек уже убивал, тот же Х9, как пример. Ну окей, роботы не считаются за живых существ. Хотя у них есть мысли, чувства и личности. Тогда злой учёный в четырёх сезонах смерти. Или сирены. В сорок шестом эпизоде. Ааа, они не гуманоиды. Хорошо, господа спешисты. Тогда пятая серия четвёртого сезона. Где Джек побеждает охотников за головами. И... Типа я не думаю, что можно пережить такой удар катаной. И я понимаю, прошло 12 лет, нужен конфликт, нужна драма, и мы получаем её. Если забыть предыдущие эпизоды. Ну, это как помолодевший император в концовке. Смотрится аутентично, если забыть про старые сезоны. Я уже говорил про параллельный монтаж, однако стоит упомянуть ещё раз. Поскольку слияние двух историй героев-одиночек в одну довольно интересно. Тем более, что можно увидеть метафору в том, что после совершённого убийства, Джек считает себя зверем. И история сталкивает его с волком. Воспоминания и познания того, что можно быть зверем, но не быть жестоким, восстанавливают Джека. И он убивает ещё пять дочерей Аку, но после соответственного предупреждения. Я не признаю, уебу! Я не признаю, уебал! Я не признаю, ещё уебу сейчас! И на самом деле это вроде как тоже противоречит Бусидо. Учитывая, что человек всегда должен быть готов к битве. Тот же удар в спину считается верным ходом, а не подлостью. Ты ему в спину выстрелил? Ну конечно же в спину, там же позвоночник. В живых остаётся только Аши, и если зрителю понятно её отличие от остальных, то самурай недвивает её из-за чувства вины, выраженного очередным приступом галлюцинации. Убийца! Убийца! Нет! Убийца! Убийца! Нет! Перед тем, как поговорить о девушке конкретно, давайте я скажу пару слов в общем о ней и сёстрах. Это, блядь, было в восемнадцатом эпизоде. Противники Джека, пользующиеся восточным оружием, этих персонажей готовили к битве с самураем с рождения. В них живёт частичка Аку, самурай дико всасывает при первом столкновении, блин! Он даже прячется в несколько похожих развалинах. И я не знаю, как к этому относиться. Да похуй, это Тартаковский, ему можно. Тартаковский опустился до самого повтора? Скатился, отписываюсь! Типа, я не думаю, что у Генди иссякли идеи, но не упомянуть об этом было бы необъективно. Каждый раз, когда ты говоришь про объективность, где-то в мире происходят честные выборы, чтобы компенсировать эту фальшь. Кстати, о фальшье. Я думаю, многие, как и в случае с Финном, так и с Ашей, не поверили в переход персонажа на светлую сторону. Поскольку герои с детства воспитывались в тоталитарном обществе или секте, в окружении людей, в том числе и ровесников, с жёстко определёнными взглядами на мир, где любое альтернативное мнение высмеивалось или порицалось. Поэтому логично задаться вопросом, а почему вообще Аша или Финн анализируют ситуацию и приходят к определённым выводам, противоречащим мировоззрению общества, которое влияло на них всю жизнь? Это как если бы группы дворян первой половины девнадцатого века, которым выгодно крепостное право и самодержавие, вдруг устроили восстание против царя? Идите нафиг, декабристы! Давайте другой пример. Это как если бы часть генералов Третьего Рейха хотели покончить с Гитлером. Блять, 20 июля, прекрати! Или как если бы в стране, где на протяжении почти двух веков рабство считалось нормой, Сперва возникла политическая партия, противостоящая этому явлению, а затем и двухмиллионная армия, состоящая из солдат, которые, в отличие от генералов, не были лично заинтересованы в пределе строя государства. Супер, и сыр, и хуй ты обломал, вы же мои аргументы! Ну а если серьёзно, да, теория социального научения верна, но, как говорил Януш Корчак, не все люди мерзавцы. В итоге каждый сам принимает решения, в зависимости от личного опыта, анализа и впечатлений. Наши дали начальные, пусть и переиначенные, представления о добре и зле. Показали жестокость, но вместе с тем она видела и свет. Подобные небольшие события в жизни могут внести в душу человека искру сомнения, которые хватит, чтобы начать думать своей головой, а не полагаться на чужое мнение. Ты ошибалась во всём. Джек показал мне истину. Значит, ты тоже умрёшь. 15 лет тебе понадобилось, чтобы понять, как солнце по комнате ходит. Ты хоть говорить-то пыталась с ней? Именно из-за этой искры девушка в итоге принимает аргументы другой стороны. Хватит. Довольно. Нет, я никогда не остановлюсь. Да-да, знаю, до последнего вздоха. Но когда ты поймёшь, как сильно ты заблуждаешься, ты узреешь истину. И это хороший посыл для зрителя. Нужно спорить, нужно отстаивать свою позицию, но принимать аргументы другой стороны, если они достаточно убедительны, меняться в лучшую сторону. Жаль, в реальной жизни это не всегда работает. С момента приобретения виноградников, Медведев становится просто вот настоящим фанатом виноделия. Не, запизделать это ваш анальный. Ну, Медведев делает вино. Ну, бля, чё за херня? Я понял, если бы он водяру гнал. Я за неё в прошлый раз и голосовал-то. Но вино, он же не пиздил какой-нибудь. Я, я вот чё думаю. Скорее всего, этот ваш анальный и дал деньги Медведеву из госдолга США. Бля, чёртовы либералы. Лишь бы страну развалить и мужика какого-нибудь выбрать, а? Ничего святого нет, а? Изменение мнения Аши об окружающей её действительности строится не только на словах и доводах Джека, но и на поступках, как тех, которые она видит своими глазами, так и по рассказам других. То есть мнение складывается не из одного источника, а разных, что помогает более объективно судить о чём-либо. Из серии об этих источниках огромный материал для фан-базы, где кроме очевидных камео, есть порт, кладбище, похожая модель корабля, а персонаж, который говорит Аши, где находится Джек, похож на одного из жителей деревни, разрушенный робо-самураями. Однако этот персонаж вроде как умер, как и Димонго, но... Я к вам вернулся! Возможно, из этой деревни кто-то сбежал, но знает о том, что Джек отомстил за них. Да, есть версия, что это детёныши Маканди, однако у тех другой разрез глаз и форма ушей, так что далеко не факт. Вообще, как по мне, довольно-таки здорово, что Генди вел сильного женского персонажа в дополнение своей истории. И не за шиппинга или лавссори. Джек влияет на Аши, изменяя её мировоззрение, и Аши влияет на Джека. Бери хотя бы одного из этих героев из истории, и сюжет развалится. Причём моментов, когда действия героев серьёзно влияют на сюжет, довольно-таки много, что является хорошей метафорой здоровых человеческих отношений, где каждый участник этих отношений помогает другому, в случае, когда то наступается. Своей взаимной поддержкой пара увеличивает ГВД каждого из них, поэтому никто не падает на землю. И эта идея достигает апогея в 10-й серии, где все те, кому Джек так или иначе помог, платят добром за добро и сполна возвращают свой долг. По сути, таким образом мы получаем вырезанную битву из концовки сюжетной линии комиксов. Да, я знаю, что это не канон, но всё же это довольно приятный сопутствующий материал. И раз мы говорим о концовке, многих она расстроила, причём настолько, что была сделана раскадровка альтернативного завершения истории. А в Википедии в статье про самурая Джека появился отдельный заголовок об этом. Жду, когда Википедия, как объективный источник информации, разместит на соответствующей странице все фанцики по My Little Pony. Но если серьёзно, то это пиздец. Вот прям слов нет. Концовка предлагает Deus Ex Machina, то есть в буквальном смысле божественное вмешательство. Троица богов видит, что Джек вёл праведный путь и разрешает парадокс в его пользу. То есть воскрешает Аши, и они с Джеком воссоединяются. И потом, Википедия вселенная Джека воскрешает шотландца. Он обпадывает самурая сзади, и они вместе начинают ебать. Хэппи-энд! Суть в том, что такой исход лишает всю ситуацию драматизма. Джек спас свою семью, страну, человечество в целом, но заплатил высокую цену, о которой даже не подозревал. Все его друзья, знакомые и даже единственная женщина, которую он любил, исчезли из ткани пространства времени. Таким образом, Кэнди нам показывает. То есть не всегда можно обойтись без последствий своих действий. Здесь же нам предлагают такую концовку. На протяжении столетий миллионы людей были изнасилованы, ограблены, порабощены или убиты. Но мы не вмешивались. Что уж там, мы даже не обратили внимание на то, что единственное оружие, которым можно убить Акул, исчезло из пространства временного континуума. Более того, нам было абсолютно насрать на то, что мы знатно проебались в начале времен, не добили тьму. В результате чего и появился Акул. Потом создадим из ничего человека с сознанием и с определенным набором ДНК, в которую, помимо прочего, входит и первородная тьма. А значит, вернем в этот мир Акул ради человека, который потратил всю свою жизнь на то, чтобы уничтожить его. Кроме того, нам нигде не демонстрировалось, что это возможно. Боги побороли изначальную тьму и выдали императору коня, шашку и рубаху. Здесь наши полномочия все окончены. Так что, если вы хотите сказать, во Востелении колец тоже был бог из машины, это будет некорректно, поскольку орлы часто приходили на помощь. Их показывали до чудесного спасения. Кроме того, это все же соответствовало первоначальному замыслу автора. Толкиен был ископистом. Востеление. Вы должны верить в себя, а если вы будете работать в церкви. Особенно с интернетом, где вы можете подать что-то, и вы можете подать тысячи людей. Вы должны быть вашими. И, если вы хотите, если вы honest... Потому что, когда я начну слушать вас, это не будет. Вы не можете задать кто-то опинился на ваших историй. Потому что они не знают ваших историй. И если вы думаете, «Я думаю, что это сделано». Я говорю, «Я думаю, что это сделано». 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 Представьте, что было бы, если бы Стивен Кинг или Алан Мор сделали концовку, которая устраивает всех. И которая стала бы настоящим хопи-эндом. Далее спойлеры «Зеленой мили» и «Хранителей». Так что, если вы не смотрели, переходите по тайм-коду. Пока вы спорили о моральной стороне вопроса, я раскрутил землю в обратную сторону и остановил оружие Эдриана до того, как оно уничтожило несколько миллионов людей. Кроме того, я посадил Хрущева и Никсона за один стол приговоров, и они подписали мирное соглашение. А, и самое главное. «Роршах, у тебя в почках были камни». Секунду назад. Никто не знает, где я могу купить классный плащ и трикос с буквой «С» на груди. Ну, или... Итак, судя по показаниям этих четырёх надзирателей, одного смертника и мышки, Джон Кофи признаётся невиновным. А кроме того, вторым сыном бога. Да, чёрный Иисус! А сосите, сраные расисты! Но хлебар с концовкой этим не ограничивается. Кто бы, блять, мог подумать? Некоторые комментаторы писали, что концовка спиджена с одного аниме, которое я не буду называть, чтобы не спойлерить. Дескать, персонаж Аши и её исчезновение сворованы один в один. На самом деле, это не совсем правда. По той причине, что сейчас, мать вашу, 2017 год. Я не в том плане, что... Информация — это сорняк, и новым идеям уже не прорасти. Всё это уже кто-то сказал до меня, если это был ты, то ты тоже не первый, прости. А что это очень палевно. Тартаковский всё же не Юрий Хованский, не Тимур Бекмамбетов. Писать чужой материал, выдавать его за свой, а потом транслировать по крупному каналу, как минимум глупо. К тому же, вот что говорит сам Тартаковский в интервью, которое вышло перед показом первой серии пятого сезона. Да, верить или нет тому, что человек говорит, ваше дело, я со свечой не стоял. Но я уже говорил в предыдущем обзоре, что в плагиате можно уличить любого. И тем это легче сделать, чем меньше человек разбирается в проблеме. Ну и не будем забывать про множественные открытия. Так что переходим к последнему вопросу касательно концовки. Реализм. А мы что, про жизнь смотрим? Это же не документалка. Это же не жизнь. В кино на то и кино. Это не жизнь. Джек никогда не позиционировал себя как научную фантастику. Или научпоп. Это просто добротная фэнтези, не претендующая на достоверность с научной точки зрения. Поэтому меня неимоверно бесят люди, которые, оперируя ошибочными знаниями или домыслами, критикуют концовку. Она же должна была исчезнуть, как только Джек убил Аку. Одновременность относительно. В разных системах отсчета время между двумя событиями может отличаться. К тому же, даже в релятивистской физике причины, связанные с событием, происходят с интервалом. То есть нельзя в одно и то же время выстрелить и убить человека. Причина предшествует следствию. На стороне задержки и классическая физика. Перейдем к доске. Как вы, возможно, знаете, большая часть процессов в природе взаимосвязана. Как, например, закон Кулона и закон всемирного тяготения. Имеют схожую модель, где в знаменателе стоят расстояния между объектами, а в чувствителе стоят соответственно электронные значения и гравитационные. Переменные для каждого отдельного случая и постоянные. Где Кан? Электрические постоянные, G, гравитационные. То же самое применимо и к нашему случаю. Если Аша должна исчезнуть, как только Джек убивает АКУ, значит промежуток между этими двумя событиями стремится к нулю. Или же равен ему. Если мы говорим, что Аша должна исчезнуть, значит ее физические показатели должны стать равными нулю. То есть должны обнулиться внутренняя энергия тела, ее температура и масса. Ну и так далее. Сейчас объясню на примере скорости, почему это невозможно. Давайте вспомним второй закон Ньютона. Ускорение, которое приобретает тело, равняется силе, которая к нему прикладывается, деленное на массу. С этим разобрались. В то же время ускорение равняется производной от скорости. Значит равняется изменению скорости, деленное на изменение времени, которое, как мы знаем, стремится к нулю. И раз время стремится к нулю, скорость постоянная величина, пускай отрицательная, то ускорение будет стремиться к бесконечности. Ну, а если ускорение стремится к бесконечности, значит и сила стремится к бесконечности. Что, понятное дело, невозможно. Значит, для того, чтобы Аша исчезла, должно было пройти время, в течение которого она бы не изменялась. Как, например, температура льда непосредственно при плавлении остается постоянной, поскольку энергия тратится на разрушение кристаллической решетки. Здесь же, скорее всего, межатомных связей. Материя не может просто так исчезнуть, а значит, Аша должна была остаться с Джеком в новой временной линии. Джемпи Докол говорил, ничто не может произойти из ничего, никак не может то, что есть, уничтожиться. И это верно. Однако, теория относительности говорит о том, что часть массы может перейти в энергию системы или стать электромагнитной волной, как при аннигиляции. И да, как ни странно, электромагнитное поле тоже материя. Так что никаких противоречий лично я не вижу. Идем дальше. А Шерас полос на снежинке только после осознания? Вот это совпадение! Скорее всего, вы путаете причину со следствием. Герей не почувствовал собственный распад и сказал об этом Джеку. Ну, а почему прошло столько времени, я объяснил ранее. Еще один вопрос, который, я думаю, задел многих, касался Джека будущего и Стража. И если судить по последнему сезону и девятой серии в частности, то получается Страж ошибался. Обелиск показал неверные сведения и лишил Джека возможности вернуться в прошлое напрасно. Ну, штука в том, что Тартаковский не знал с самого начала, как он хочет закончить сериал. Поэтому влепил в серию флэш-форвард. Чтобы заинтриговать зрителя. И у него это, мать ваша, получилось. Да, это был довольно-таки классный ход. Люди помнят о нем до сих пор. И они определенно хотели бы, чтобы это ружье выстрелило, а не провисело на стене до конца пьесы. Но нам ведь не показали, что Джек не станет царем, показанным в 32-м эпизоде. Позвольте объясню, что я думаю. Итак, давайте на начало чертим временную линию. От рождения вселенной до ее конца. Приблизительно. Итак, где-то вот здесь самурея отправляют в будущее, где миром правит Аку. Затем, через некоторое время, он встречает стража и монолит, который показывает ему предположительно будущее. То есть, где-то здесь. Где Джек сможет воспользоваться порталом времени и вернуться назад. Как мы думаем. однако, спустя 50 лет, Джек не стареет и находит стража мертвым. После чего, в очень скором времени, сражается с Аку и с помощью Аши перемещается примерно вот сюда. через несколько секунд после того, как Аку в первый раз отправил его в будущее. И он убивает Аку. Судя по всему, или, по крайней мере, как я думаю, по логике вещей, ведь он вернулся в свое время. Процесс старения должен вернуться к нему обратно. Значит, событие, которое, как мы предполагали, будет будущим для линейного отрезка времени, будет будущим для нелинейного отрезка самурая, который представляет собой вот такую вот ленту. Значит, вот это событие вполне может произойти где-то здесь. И Джек сможет воспользоваться порталом для нужных ему и сценаристом целей. Возможно, последние несколько минут я пытался заткнуть созданные сценаристами дыры или оправдать их, но штука в том, что сериал заслуживает это. В нем огромное количество метафоров от встречи со зверем, которые помогают успокоить зверя в себе, до божьих коровок, как символа света и спокойствия. ПГС. Хороший монтаж, стиль, режиссура, посыл, сюжет, сценарная работа с персонажами, которые проходят от ненависти к себе любви и мира. Сериал показывает нам значимость борьбы со злом и несправедливостью, но при этом дает понять, что для того, чтобы получить что-то, нужно что-то отдать взамен. И в итоге мы имеем продукт, который начинался как детское шоу интересное старшее аудитории, а повзрослев со своими зрителями закончился как серьезный сериал, который может сказать что-то важное не только взрослым, но и детям. Такое точно не каждый день увидишь. Да, ты чертовски прав, шотландец. Ну а мое мнение естественно субъективно, неправильно и глупо. Прошу прощения, что от него с время. Удачи с новым фильмом! Я думаю, Самурай-Jack, самурай-Jack's legacy has been the art. Я думаю, что люди очень responded к это, особенно артисты. Многие разумы говорят, что я в этом индустрии потому что ваша шоу. Такое ощущение круто. юно. Юно.